В Томске в последние дни наступил настоящий звездопад. Причем падают на наш город не небесные тела, а звезды российского шоу-бизнеса. 17 октября нас своим концертом порадует София Ротару. 22-го во Дворце зрелища спорта выступит популярный Стас Михайлов. А вот Григорий Лепс и Анита Цой уже успели дать концерты. Последняя артистка привезла в Томск не только свой новый альбом, но и настоящее 3D-шоу. Оценить его и пообщаться с певицей смогли мои коллеги Ксения Мороз и Сергей Сверчков. Мегатехнологичное шоу от Аниты Цой – это множество экранов, сотни костюмов, световые и видеоинсталляции. 23 спектакля на тему жизни в социальных сетях. Они сделаны с помощью 3D-анимации и 3D-маппинга. Этот эффект создает ощущение движения на неподвижных конструкциях. Видеорядом проекта занималась команда специалистов из Германии, Венгрии и Голландии. Несколько месяцев они работали над тем, что проносится перед зрителем всего за пару часов. А есть люди такие, как я, для которых сеть становится вторым каким-то миром своим, собственным домиком, в котором ему хорошо, у него появляются свои новые друзья или нет другие. И там уйдет совсем другая жизнь под аватарами. Для меня это потрясающая возможность получать разную информацию из достоверных источников и недостоверных. Тестировать, мониторить, смотреть, как люди, например, реагируют на, например, на моё творчество. Свою интернет-историю на сцене Анита режиссировала сама. Артистка участвует во всех танцевальных номерах. Сейчас, у вас есть. Ровно 15 минут. Идём нон-стопом. Что, кто не успел одеть, останавливаться не будем. Вместе с модельерами рисовала костюмы от кимоно до откровенных нарядов, проводила всероссийские кастинги, лично работала с актёрами на съёмках. Позвали на провод, там чувак клёвый такой. И полностью отслеживала техническую подготовку сцены. Я ничего не вижу, Миш, куда идти? Ты надумился я там. Сама премьера 3D-шоу состоялась в октябре прошлого года в Государственном Кремлёвском дворце. Меня вообще покрутили риска, когда узнали, что я на Дальний Восток всё это везу. Это с ума сошла. Я не знаю, смогу ли я это повторить, например, в следующем году или ещё через сколько-то лет. Потому что это экономика. Очень мало кто реально гастролирует на кассу из больших артистов, в основном корпоративы и так далее, где можно больше заработать и меньше отдать сил. Здесь ты можешь работать 2-3 часа, а там 15-20 минут. И поверьте мне, совершенно за другие деньги. За день до концерта певица заглянула и в гости на русское радио «Томск». В прямом эфире рассказала, как недавно поспорила со своим приятелем, что целый год до 1 сентября 2013-го не будет заходить в социальные сети. Теперь вот приходится держаться. На кону миллион долларов. Сейчас все аккаунты мои закрыты к доступу. Единственное, у нас было уже три попытки взлома аккаунтов на Твиттере, на Фейсбук. Пытались пароли наши менять. Но я пригласила бригаду профессиональных людей, которые сейчас внимательно отслеживают. Чтобы защитить интернет-пользователей, говорит Анита Цой, она и ввязалась в эту авантюру. На личном примере певица решила доказать, что слухи о интернет-зависимости сильно преувеличены, а виртуальная реальность не заменяет настоящей жизни. Как только артистка выиграет спор, она продолжит свою жизнь онлайн. Впрочем, социальные сети в такой звездной защите особо и не нуждаются. Число их пользователей и так растет с огромной скоростью каждый день. Так что подобные акции скорее лишь еще одна возможность для исполнителя привлечь к себе внимание. Губа в стриюноша, понимаешь, что шанс одно. Но это мы переживем, ты улыбаешься.